Всех еще раз приветствую, мои дорогие! Продолжаю снимать видео о своем Project Penny, первые итоги. И мне осталось вам показать тени и румяна. И давайте приступим. Начну я вот с такой однушки от Avon. Это у нас старенькие тени. Но вы знаете, они у меня на коже никакого дискомфорта не вызывают. Поэтому пока я ими буду пользоваться. Но, если честно, за прошедший месяц я ими ни разу не воспользовалась, потому что пользовалась какими-то другими тенями. И до этих просто не дошли руки. Здесь красивый такой приятный оттенок. Мне такие оттенки подходят. В любом случае, я думаю, буду я пользоваться ими. Когда до них дойдут руки. Просто за прошедший месяц упор был сделан на другие тени, к которым у меня намного чаще тянулась рука. Следующие тени от Essence. Это у них была серия 3D. Тени в номере 02. На самом деле здесь было два оттенка. Серый и фиолетовый. Но они у меня разбились. Я их спрессовала. И получился вот такой оттеночек. Больше серый. Ими я пользовалась. Не часто пользовалась. Буквально, может, пару раз. И, знаете, они достаточно сыпучие. Но все равно в любом случае макияж можно с ними сделать. Следующие у нас идут тени из этой же серии. Как я уже сказала, это у нас серия 3D была. Только уже в номере 07. Вот так тени в этой серии выглядели. То есть вы видите, здесь такая как бы неровная поверхность. И два оттеночка. Тоже, знаете, этими тенями я буквально один раз воспользовалась. И то вот этим вот белым оттенком. Тоже просто до них не дошли руки. Я покажу потом тени, которыми я очень-очень активно прям пользовалась. Которым прям только и тянулась рука, скажем так. Сами тени красивые оттенки. Но тоже достаточно, знаете, сыпучие. Дальше. Идет у нас однушка от Essence. Она у нас идет в номере 03. Вот так она называлась. Здесь уже практически принт стерся. Здесь такие губки были. Красивые тени. Единственное, что они, на мой взгляд, слабо пигментированные. И тоже при нанесении немного осыпаются. Я люблю поярче немножко тени. И этот оттеночек наслаиваю. Ими я пользовалась несколько раз. И буду и дальше пользоваться. Следующие у нас идут тени от Avon. Старенькие. Мне их в свое время сестренка отдала. Я название не буду показывать. Потому что уже таких теней нет. И скажу честно, ими я ни разу не пользовалась. Здесь вот как-то руки, наверное, не дошли. Тоже здесь красивые оттенки. Будут лежать, ждать в своей очереди. Вот так выглядит. И следующие тени тоже из этой же серии. Тоже от Avon. Мне они очень нравятся. Я ими, правда, пользовалась, наверное, тоже пару раз. Но это только потому, что теней много. Было много новинок, которыми хотелось, ну, как бы в первую очередь, попользоваться. Здесь вот у меня крышечка сломана. Ну, вот в целом, я думаю, по теням видно, что я ими, ну, так, за все время, скажем так, прилично уже попользовалась. И буду пользоваться. Посмотрите, какие красивые оттенки. Эти тени мне тоже сестренка отдала в свое время. Сама я их не покупала. Вот так выглядят. Они при наборе немножко осыпаются. Ну, знаете, ну, прям не страшно, скажем так. Следующие у нас тени от Maybelline Color Tattoo в номере 20. Это кремовые тени. И, знаете, я ими пользовалась тоже, наверное, раза два или три. Потому что просто, ну, не так часто я делала макияж вот, скажем так, в таком цвете. Сами тени очень красивые, на мой взгляд. Посмотрите, какой оттеночек. И на этих тенях отлично весь день держатся другие тени. То есть, допустим, я, бывает, наношу вот этот оттеночек, а сверху голубые или синие тени. И еще потом каким-нибудь затемняю темным цветом часть века. И тоже я их положила в Project Pen, чтобы о них не забывать. Потому что, ну, не прям часто вот с таким оттенком делаешь макияжи. И просто можно про них забыть. И они могут пролежать и засохнуть. А, конечно, не хотелось бы такого. Дальше еще покажу кремовые тени, которые я, как, насколько смогла, использовала. Здесь еще, знаете, вот прям на стенках что-то есть. Но разрезать я не стала упаковку. Уже тени не выдавливаются. И что я хочу сказать. Я хочу сказать, что они у меня закончились. Я ими часто пользовалась только потому, что мне их было жалко выбрасывать. У них срок годности стоит ноябрь этого года. Поэтому я знала, что у меня, как бы, осталось мало времени, чтобы их использовать. И поэтому я действительно, как бы, пользовалась не потому, что вот прям рука тянулась, а, как бы, из серии, что надо, не хочется выкидывать. На самом деле здесь оттенки были красивые. Просто для себя я сделала вывод, что, наверное, мне не стоит покупать кремовые тени. Потому что все-таки, если вот сухие тени могут хоть сколько храниться, то эти тени уже, как бы, привязаны к сроку годности. И вот, чтобы потом не спешить, как бы, не заставлять себя пользоваться, просто, ну, вот, мне лично проще. Видите, уже ничего не выдавливается. Хотя, если на свет посмотреть, на стенках здесь еще есть тени. Просто мне не стоит, видимо, брать кремовые тени. Так, они вы... Ну, я, знаете, я все равно рада, что я их использовала. И рада также тому, что, вот, как бы, они у меня уходят в пустые баночки. И я уже дальше буду тоже спокойно пользоваться другими тенями. И уже, как бы, ну, не надо, вот, даже если не очень хочется именно такие оттенки использовать, не надо придумывать, как их использовать в макияже, чтобы они, скажем так, тоже были задействованы. Ну, или, возможно, мне просто раньше стоило задуматься о этом проекте, раньше их туда добавить и постепенно, просто чаще пользоваться. Потому что, на самом деле, бывает, что, ну, просто забываешь про что-то. И это что-то лежит не потому что плохое, а потому что ты забыл. Вот. Поэтому у меня двое этих теней от Essence переходят тоже в пустые баночки. В номере 01 и 03 они были. Вот. И давайте дальше перейдем. Следующая у нас вот такая палеточка. И я скажу честно, я ей не пользовалась. Вот. Из-за того, что вот я кремовыми тенями часто пользовалась, еще покажу вам сейчас палетку, которую, ну, просто я полюбила, готова каждый день пользоваться, то вот до этой палетки просто не дошли руки. Сами тени мне по качеству эти не понравились. Они, как-то, знаете, неравномерно наносятся, осыпаются. Какая-то у них такая текстура неравномерная. Хотя сами оттенки я не могу сказать, что какие-то некрасивые или плохие. Просто я для себя сделала вывод, что я больше не хочу приобретать тени этой марки. И я эту марку видела, причем разные палетки, видела в улыбке радуги. Просто вот белые здесь вообще такие миловые, неравномерные оттенки. Ну, как-то они, знаете, как вот с проплешинами на веки наносятся даже на базу. Но это я говорю про то, как именно на мои веки наносятся. Может, кто-то такой пользуется палеткой и очень доволен. Я просто для себя сделала вывод, что эти тени я, конечно, по возможности использую. Но просто больше продукцию этой марки приобретать я не буду. Следующее, что я вам покажу, это румяна. Румяна от Essence. Это, по-моему, была лимитированная серия, но могу ошибаться. И эти-то румяны, которые вы наносите, и потом они, как-то, знаете, на моей коже слишком ярко проявляются. И вот вы видите, на первый взгляд, такие неплохие результаты. Я их, кстати, использовала по большей степени как тени для век. Но это такие вот хорошие результаты не из-за того, что у меня прям к ним тянулась рука, и я ими пользовалась очень часто. Нет. Дело в том, что, к сожалению, после каждого набора этих теней, они очень сильно замыливались. И когда они замыливались, верхний слой, набрать их было невозможно. И мне приходилось брать такую жесткую кисточку, щетку, и хорошо-хорошо вот так по всей поверхности проходиться. После этого тогда их можно было заново набрать. И, конечно же, по большей степени они ушли в процессе именно очищения. Потому что, когда каждый раз очищаешь, то часть продукта, к сожалению, осыпается и уходит в мусор. Вот так они кажутся неяркими. Вот видите, я даже пальцем провела, и вот они уже здесь замыливаются. Так они кажутся неяркими на первый взгляд. Но, знаете, вот именно на щеках я их как румяну пробовала использовать. Вроде я их наносила немного, но они потом какими-то у меня прям яркими пятнами проявлялись. Вот так я стараюсь всем средствам дать шанс, все средства использовать. Поэтому пока не выкидываю. Ну, как я уже сказала, я допускаю мысль, что, может, они у меня и за декабрь закончатся. Но не из-за того, что я их часто использую. А только потому, что придется их очищать каждый раз. И по большей степени, к сожалению, они уйдут в мусорку. Но, знаете, что сразу выкинуть, что хотя бы каким-то процентом попользоваться. Я считаю, есть разница. Следующие у нас идут тени от Vivienne Sabo в номере 101. И скажу честно, я ими не пользовалась. Потому что я использовала светлые оттенки из других палеток. И до этих теней просто у меня не дошли руки. Сейчас я их попробую оттуда выкручу. Ой, извиняюсь. Попробую выковырить. Вот такая здесь однушечка. Информация, кому интересно. Сам оттенок, ну, как я считаю, достаточно такой нужный, ходовой. Просто, как я уже сказала, я использовала светлые оттенки из других палеток. И здесь, знаете, такие мелкие-мелкие-мелкие блестки. У меня блестки не смущают. На глазах такой, знаете, красивый перелив получается. Единственное, что они слабо пигментированные. И их достаточно наслаивать приходится. По крайней мере, я наслаиваю. Ну, вот как-то руки не дошли. Дальше, что я вам покажу, это тоже румяна от Essence из лимитированной серии. Они у меня, я уже говорила, к сожалению, разбились. Как-то я их периодически пытаюсь спрессовать. Использую тоже по большей степени не как румяна. Но пока они не разбились, они были более светлыми. Потому что практически вот они были светлые. И посередине такой розового цвета олень был. А сейчас они разбились, смешались. И, конечно, больше вот в розовинку стали. Когда я их только приобрела, почему-то я думала, что их вот здесь прям так много. Так вот целая коробочка, эта баночка. На самом деле их здесь не так уж и много. Вот вы видите уже вот это донышко. Ну, пытаюсь, конечно, их использовать. Скажу честно, не очень-то мне вот удобно, когда в таком виде. Я их даже как румяна несколько раз пробовала. Потому что вот они перемешались. И такой вот нежно-розовый оттенок получается. Если с ним не переборщить, то сейчас он неплохо и как румяна не смотрится. Буду и дальше, конечно же, ими пользоваться. Не могу сказать, что у меня прям к ним, знаете ли, тянется рука. Но я как бы стараюсь, ну, хотя бы два раза в неделю их использовать. Единственное бывает, что их открываешь или закрываешь, они тяжело закрываются. Потому что картон, вот видите, как немножко размахрился, что ли. И периодически вот, ну, немножко их высыпается. Или как вот пылью такой взлетает. Сейчас я закрою. Дальше. Дальше покажу свою большую палетку от L'Etoile. Давайте я открою. И хочу вам сказать, что до нее у меня тоже, к сожалению, не дошли руки. Вернее, как не дошли руки. У меня не дошли руки здесь до теней. По-моему, я только один раз каким-то вот оттеночком пользовалась с этой стороны. Я здесь два блеска для губ доиспользовала. Ну, и они были неполные. Вот этот вот блеск, вот я думаю, видно, доиспользовала я. Давайте покажу с этой стороны. У меня эта палетка, вы видите, вся разломанная. Давайте я вот показала вот эту часть, пока отодвину. Ну, палетка вся разломанная, не очень, если честно, удобно ей пользоваться. И вот здесь я один оттеночек доиспользовала. Вот. И я использовала, по-моему, по одному разу вот эти и вот эти румяна. И пыталась вот с помощью этого оттенка сделать что-то вроде, ну, как вот бронзер использовать. И один раз вот этой пудрой пользовалась. Давайте я вам сейчас покажу оттеночки, наберу. Оттенки неплохие, просто, ну, вы знаете, что у меня много косметики. И зачастую больше хочется чем-то новеньким пользоваться. Вот такие оттенки. Сейчас я закрою палетку и покажу вам сводчи. Так, давайте пока сюда положу ее. Вот здесь вам покажу сводчи. Вот, вы видите, такие оттенки. Они не прям вырви глаз. Вот даже вот этот розовый, он неплохо растушевывается. Если вы его слишком много не наносите, они как румяна, вполне себе пригодные, скажем так. Я сейчас часть сводчи сотру, потому что мне на этой руке удобнее вам сводчи показывать. И продолжим дальше. Уже совсем немножко осталось. Вот, видите, я сейчас влажными салфетками сводчи стираю. И вот от Color Tattoo даже сводч ни капельки не стерся. Потом буду с помощью мицеллярной воды стирать. Следующая палетка у нас от Vivienne Sabo. Давайте покажу. Здесь у нас вот такие оттенки. И я здесь вот использовала только вот этот светленький белый оттеночек. А вот эти три оттенка не использовала, потому что... Ну, вот такие оттенки я из других палеток использовала. И не могу сказать, что у меня прям, знаете, вот к таким серым темным оттенкам очень часто рука тянется. Вот эти белые, они немножко оттенок меловой. При наборе нанесения осыпаются, но тоже можно вполне себе использовать для макияжа. Здесь еще в наборе карандаш был черный для глаз и тушь. Ну, карандаш, я помню, я сестренке сразу отдала, потому что я не пользуюсь черными карандашами для глаз. Вообще карандашами редко пользуюсь. А тушь я, по-моему, тогда использовала. Ну, здесь, знаете, была такая миниатюрка туши от Vivienne Sabo. Неполноразмерная версия. Оттенки красивые. Знаете, вот многие говорят, зачем, ну, что-то хранить, если у тебя рука к этому не тянется, ты не используешь. Но вы не поверите, у меня так бывает, что я что-то не использую. Рука не тянется, потом, знаете, что-то, как я говорю, переклинит, и начинаешь вот только этим средством и пользоваться активно. У меня такое, да, бывает. Поэтому я считаю, если мне есть где это хранить, как бы меня не напрягает вот эта горка косметики, то зачем мне ее выкидывать? Если мне будет негде хранить, она испортится или прям надоест сильно-сильно выкинуть, я всегда успею. Следующая палетка у нас типа Слик, которая мне как Слик пришла, но мне кажется, это не Слик, и мне даже вернули тогда деньги за эти палетки. И в этом месяце, я скажу честно, я, по-моему, вот только вот этот оттеночек один раз использовала, и светленький оттеночек. Сводчи я вам сейчас не буду делать, потому что, во-первых, они сыпучие, сейчас будут осыпаться, во-вторых, ну вот эти яркие оттенки, я сейчас вся в них буду. Тоже просто до нее не дошли руки, потому что у меня было много новинок, которыми мне больше хотелось попользоваться, чем вот этой палеткой. Но это не значит, что я ей не буду пользоваться, не могу сказать, что вот я прям буду всей палеткой пользоваться. Бывает, что я делаю макияж из какой-то, например, другой палеткой, и вот какой-то яркий оттенок мне хочется в качестве акцента использовать. И тогда я могу вполне себе взять вот эту палетку и вот какой-то из ярких оттеночков отсюда использовать. Или наоборот, на все веко, допустим, использовать светлый оттеночек, а остальные оттенки использовать опять-таки из другой палетки, из той, которую я выбрала как, ну, в косметичку на неделю. То есть не значит, что я прям беру и целиком макияж этой палеткой делаю. Следующая у нас палетка из серии Октобер Фест. Вот эти красные мини-блески, которые один у меня до этого закончился, второй я вам сегодня показала, в пустые баночки уходят, они как раз вот были в этих наборчиках, вот здесь лежали. Что я хочу сказать. Я вот делала макияж пару раз вот с этой палеточкой. И также вот коричневый оттеночек я отдельно еще использовала. И знаете, до этой палетки я почему-то даже не думала, что голубой и коричневые оттенки хорошо сочетаются. Тени неплохие, но именно при наборе на кисть они очень уж, ну, как-то осыпаются, крошатся. Вот так выглядят. И вот такие красивые оттенки. И вот под этот голубой оттенок я как раз и использую от Color Tattoo те тени голубые. Ну, голубые они, не совсем голубого цвета. Следующая палетка, это как раз из серии, что она у меня лежала-лежала. Я про нее как-то то забывала, то, может, рука не тянулась. И тут я ее добавила в Project Pen и, можно сказать, распробовала. Вот к ней у меня действительно часто тянется рука. Я думаю, здесь заметно, что я ей активно пользовалась. Единственное, правда, тоже при наборе на кисть очень уж они осыпаются. И когда лишнее стряхиваешь или сдуваешь, конечно, тоже частично средство... Ой, ногтем задела. Частично средство, конечно, тоже уходит. Такие красивые оттенки. Розовый оттеночек, он слабо пигментирован. Я его поярче наносить люблю, поярче. Вот он даже на руке смотрится сейчас ярче, чем когда я его в один слой наношу на веки. Он практически тогда незаметен. Вот я его тоже наслаиваю. И вот сочетание вот этих двух оттенков очень мне нравится на моих глазах, скажем так. Вот что я доиспользую эту палетку, я уверена. Потому что действительно мне ей хочется пользоваться. И последнее, что я вам хочу показать, это палетка тоже от Essence. И вы не поверите, но она чуть ли не фаворитом этого прошедшего месяца у меня стала. И даже сегодня я делала с ней макияж. Это у нас палетка серии Quattro. В номере 14. Срок годности у нее до февраля 2018 года. И посмотрите. Во-первых, вот этот светлый оттеночек. Я его использовала практически каждый день во всех своих макияжах. То есть делала я макияж, допустим, с другими палетками. Ну вот светлый оттеночек отсюда часто брала. Я его и под бровь, бывало, наносила. И на все веко. И даже в складку века высветляла. У меня века нависшая. И вот мне нравится, когда я в складку века вот такой оттенок наношу. Вот этим оттенком. И знаете, как я делала последнее время? Наносила на все веко вот этот серенький оттенок. Часть века затемняла вот этим синим оттенком. На этот синий оттенок я наносила вот этот оттенок. Он тогда очень красиво смотрится. И в складку века и как бы выше, чуть ли не до брови, наносила вот этот оттенок. Ну давайте покажу вам. Единственное, они при наборе осыпаются. Вот видите, осыпаются и крошатся. Ну естественно, я их кистью наношу, не пальцами. Здесь вот такие ямочки. Эта палетка, я тоже уверена, что я ее доиспользую. Вот я прям ее реально полюбила. Посмотрите, какие цвета, какие оттенки. Вот этот темный при нанесении немного осыпается. Ну я сначала макияж глаз делаю, поэтому мне не трудно потом все лишнее под глазами стереть. Потом уже спокойно как бы наносить основу под тональный крем, тональный крем и все остальное. Вот такие вот красивые оттенки. Давайте вот здесь покажу. Вы знаете, вот на руке даже вот этот синий, каким-то как немножко, как будто он в грязь уходит, кажется. Но я его наслаивала на веки, он очень красиво смотрится. Вот видите, я перенесла и даже у меня на пальцах остался. И вот этот оттенок так кажется, ну может знаете, как не очень. Сказать таким ходовым. Но когда я его вот наносила, давайте вот я сейчас синий нанесу в другое место, чтобы видно просто было. Вот этот я наносила на синий. И знаете, очень красивый макияж глаз получается. То есть оттенок выглядит каким-то интересно фиолетовым цветом с переливом. Вот если честно, на руке, ну не могу, не передается так на руке, как у меня это на веки выглядит. То есть вот так на первый взгляд кажется, ну куда такой оттенок применять. Я его тоже раньше не часто применяла. Сейчас, как я уже сказала, вот наношу именно на синий оттенок. И вот на руке все равно больше синий проступает, а на веки выглядит у меня как будто это, знаете, такой красивый фиолетовый с переливом оттенок. Поэтому тоже у меня тут даже ямка, скажем, прям вот я действительно очень активно использовала эту палетку и буду продолжать использовать. И вот, наверное, поэтому у меня вот до многих других руки-то и не дошли. Я тут еще салфетка у меня уже вся грязная, вытираю с вочи. И все, это все, что я вам хотела показать. Буду дальше продолжать использовать все. И через месяц еще постараюсь, конечно, ну не 1 января, я думаю, 1 января мне не до видео будет. Ну, либо в конце декабря, либо в начале января постараюсь вам показать, будут ли у меня еще результаты. И всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши комментарии. И до новых встреч, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok